К нам на библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, как реагировать на замечания в храме. Терпеливы и со смирением, терпением вашим спасайте души ваши. Мы приходим в храм к Господу и говорим, Господи, исправь наши грехи, помоги нам справиться. Мы их, во-первых, не можем победить, а во-вторых, мы две трети из них просто не видим. Как Господу помочь нам увидеть наши грехи? Он посылает нам людей, которые нам на них указывают. Например, мне кажется, что я уже стяжал без гневия, что я всех простил, я вот такой умиленный, чуть-чуть касаясь пола, залетаю в храм. И тут меня расы ставят на место. Каким образом? Мы делаем замечания, а у меня внутри все взрывается. Ответным осуждением, гневом. Мне так и хочется сказать на себя, посмотри, корга православная или что-нибудь еще. Обнаружен грех. Ты просил у Бога очищения? Ты просил, чтобы тебе увидеть, с чем бороться? Вот тебе, пожалуйста, задели твою рану. У тебя был нарыв на плече, но ты об этом не знал. А тебя толкнули в плечо, и теперь ты знаешь, что у тебя там болит. Это от Господа тебе. Поэтому эти замечания, особенно в храме, к ним надо относиться со смирением, отодвинуть гордость в сторону и подумать, а что конструктивного в том, что мне делают замечания? Ну, например, я здоровый высокий мужик, а я прохожу вперед и встаю у самого омвона, и никто ничего за мной не видит. Сзади подходит небольшого роста женщина и говорит, вы не могли бы встать подальше? Или еще что-то. Или у меня звонит мобильный, мне делают замечания. Или я разговариваю, или я смотрю по сторонам. Или я просто кому-то мешаю. Или постелили дорожку для встречи архиереи, а я по ней иду, понимаете, прямо в алтарь. А мне делают замечания, а я в гневе реагирую. Может быть, я действительно неправ. Вообще, не только в храме, но любое замечание конструктивно реагирует, то есть созидательно для христианина. Это отодвинуть гордость, которая прежде всего говорит, что нет, ни в коем случае. Это ко мне не имеет отношения. Сам дурак, как говорится. И подумать, а что в этом правильного? И святые отцы говорят, что те, кто нам делают замечания, это врачи, которых посылает нам Господь. В ответ на наши просьбы, чтобы показать нам, от чего нам надо выздороветь. Чтобы объявить нам наши грехи. Тем более, раз мы пришли в храм, то надо смириться. Со смирением сказать, простите, благословите, я, наверное, еще о чем плохо знаю. А кто такой архиерей? Объясните мне, что такое архиерейская служба? Или а почему здесь нельзя стоять? После службы уже задать эти вопросы. Но, конечно, не сердиться, не обижаться, не гневаться, не раздражаться, а со смирением выслушать. Субтитры создавал DimaTorzok